В Казанской губернии история с нападением мальчика, которого называют ваххабитом, на полицейских и его, как пишут, ликвидация. Все почему-то сходу поверили, что все то, что пишут журналюги, является правдой. Правда, что мальчик напал, правда, что мальчик ваххабит. А на самом деле единственная правда в том, что его убили. И убили его полицаи. Я не понимаю, почему полицаям начинают приписывать вполне разумное, рациональное и достойное поведение. Приписывать самооборону. А была там самооборона? Ну да, мальчишка из сложной семьи. После развода его отчимом стал исламский радикал. Откуда он там взялся? Откуда вообще в России могут быть исламские радикалы? Да все оттуда же. От того, что любимцем Путина является Кадыров. Убийца, русофоб, преступник. Который фактически отторг вместе со своими подельниками территорию Чечни от Российской Федерации. И еще берет мзду из государственного бюджета Российской Федерации. Ему Аллах Владимирович выделяет. Ну, этот татарский мальчик, полурусский, полутатарин, конечно, к Чечне отношения не имеет. Но весь так называемый исламский радикализм, то есть исламизм, он идет оттуда. Там его дом. И этот дом обустроен лично, хотел назвать гражданином, но он не гражданин никакой. Лично проходимцем и самозванцем Путиным. Исламский радикализм в Российской Федерации существует только потому, что существует Путин и существует его режим. Этот режим воспитал его и легитимировал. Можно быть исламским не мусульманином, а исламистом. Исламисты никакие не мусульмане. Они только используют Коран, ислам для того, чтобы обосновать свою преступную деятельность, свою ненависть ко всем, кто живет в России. Ко всем, прежде всего, конечно, к христианам. А что случилось с этим мальчиком, к исламу никакого отношения не имеет. Почему он замотивировался? Там разные сюжеты рассказывают, и уже это говорит о том, что там полно лжи. Правда, скорее, состоит в том, что он взял бутылку с зажигательной смесью. Интересно, откуда он узнал, как она готовится. Это тоже не так просто. Говорят, коктейль молотого. А вы знаете, какое там соотношение и каких жидкостей? И как его поджечь и самому не сгореть? Ну, вот эту бутылочку кто-то ему изготовил или объяснил, как изготовить. И он, что он сделал-то? Да он хотел только поджечь полицейскую машину. Уж, наверное, полицаи ему чем-то очень сильно насолили, чтобы он сделал именно это. Он совершенно не собирался умирать. Его убили. Убили именно за это. А потом нам рассказывают всякую, извините за выражение, лабуду. О том, что мальчик... Одни рассказывают нам, журналисты, что мальчик... Не пишут, куда он бросил эту бутылку с зажигательной смесью. Как будто он в одиночку атаковал, я не знаю, там, укрепленный полицейский пост. А те открыли огонь и его убили. Ну, не было этого. Не было. Поджег он машину и хотел сделать только это. А вся история с ножом потом дважды рассказана и по-разному. Одна история такая. Бросил бутылку, как будто бы вроде в полицейский участок, и бросился, значит, с ножом на полицейских. А те открыли огонь и убили его. Это один вариант. Другой вариант. Он бросил бутылку, в него выстрелили. Он упал, ему попытались оказать первую помощь. А он ударил полицейского ножом, и его добили. Ну, так пишут. Ликвидировали. Ну, реально добили мальчишка. 16 лет. И вот он, получив ранение, ранение любое, любое, даже чиркнет пуля, это шок болевой. И вот в условиях болевого шока это не взрослый мужчина, который привык к боли и знает, как ее преодолевать. Он еще и нанес удар ножом, да, братцы мои. Ну, если он и нанес удар ножом, то только исключительно обороняясь от тех, кто его хотел добить. Если это и было вообще, если нож вообще был, а не подброшен на место преступления. Единственная фотография, которую я видел, рядом с трупом стоит человек в полном обмундировании, в каске и бронежилете. Это когда он успел переодеться? Да нет, была на самом деле действительно ликвидация. На самом деле ликвидация. Эти люди, полицаи, воспитаны в уверенности, что за убийство им ничего не будет. То есть те же самые криминальные преступники, только те там из какой-то выгоды, из хулиганских побуждений, могут убить. А эти готовы убивать из стабильного оружия, что они и делают. Они не останавливают преступника, у них главная задача не остановить преступника, а убить. И даже если это мальчишка, то есть никаких сдерживающих моментов нет. Это люди интеллектуально абсолютно тупые и нравственные дегенераты. И именно таких и набирают, чтобы не было никаких сомнений. И когда говорят, полиция не будет стрелять в народ, так разве дегенераты остановятся перед этим? Будут и стреляют постоянно. Они не хотят просто ранить, они хотят убить. И мальчишку они этого убили и добили. И никто ему там первой помощи не пытался оказать. И никого не остановил юный возраст этого преступника. Да, он преступник, но это не значит, что его нужно казнить. Что он бросил, бросил бутылку, а потом с ножом против нескольких вооруженных людей. Да вы с ума сошли. Кто же верит во всю эту развесистую клюкву? А вот во что надо не просто верить, а надо знать, это психологические установки путинской полиции на убийство. Не на защиту граждан, как в общем-то замышляется любая правоохранительная структура, а на уничтожение граждан. Так же и как вся правоохранительная путинская система, уничтожение граждан является ее целью и вожделенной мечтой. Чем нас меньше, тем лучше им. И они над нами продолжают издеваться. В Нижнем Новгороде два бугая, два инородца с фамилиями Салахов и Паганишвили избили трех славян. Ну, таких худеньких, я не знаю, почему такие славяне сейчас стали мелкие, что вот втроем они, ну, там было двое на двое. Ну, эти два бугая вырубили этих двух славян. А третий вышел, ну, бьют его друзей. И они его убили. Ну, можно сказать так, с одного удара. Ну, такой удар. Ребята занимались, а эти не занимались. Эти просто зашли в кафе покушать. За убийство двум, причем совершенное в группе, за убийство три года условно. Три года условно и два миллиона компенсации. Ну, братцы мои, за такие вещи надо сажать, ну, мне он на 10 лет. А при русской власти просто к стенке таких будут ставить. А с какой стати ты вот решил, что ты можешь ударить человека так, чтобы он упал и умер? Ах, ты не хотел убивать, ты не хотел убивать. А кулаком ты бил из расчета того, что этот удар любой перенесет, что ли? Якобы не было умысла. Убийство по неосторожности. Убийство по неосторожности – это когда ты кирпичи на втором этаже клал, и у тебя кирпич ты задел локтем, он упал, а внизу человек шел. Ты не предусмотрел этой возможности, а должен был. Вот это неосторожность, непредусмотрительность. А здесь было прямое стремление нанести тяжелые телесные повреждения. И то, что ты не предполагал, что от этих повреждений может наступить смерть, это не неосторожность. Это оборотная сторона преступления. Значит, ты преступник по жизни. Значит, ты считаешь, что нанесение тяжких телесных повреждений не содержит в себе умысла на убийство. Да содержит. Содержит. Ты прекрасно это знаешь, что от тяжких повреждений человек может умереть. Поэтому решение Нижегородского суда – это бессовестность и бесстыдство. Это тоже установка на убийство. Это прощение убийц. Ну, полицаи своим убийцам ордена и звания раздают. И когда можно было бы действительно только пресечь преступление, они убивают человека. А может быть, этот человек бы по-другому свою жизнь построил, чем вам кажется. И уж в 16 лет, несомненно, у человека есть еще перспектива вырасти не уродом. Не таким, как эти полицаи. Поэтому, когда говорят, да, мочите всех направо, налево, все они такие там террористы – это ерунда. Террористами сегодня являются Путин и вся его команда. Вот это реальные террористы, осуществляющие геноцид русского народа. Мы их должны остановить. Полицию это все разогнать. Заменить ее народной милицией. Как есть шерифы, у нас должны быть руководители местной полиции, а лучше пусть это будет милиция, избираемые или назначаемые избираемым нами местным советом. Тогда будет и подконтрольность, тогда будет и законность, тогда будет и гуманность, и милосердие. А не вот этот полицейский беспредел, в котором мы живем. И самая, конечно, отчаянная ситуация состоит в том, что этот беспредел повсюду и везде, во всех структурах и в мозгах людей. Вот от этого все надо избавляться, от аплодисментов за убийство, какое бы оно ни было. Убийство только в бою. И то, если ты мог не убить и убил, то это тяжкий грех. А здесь-то убийство надо прямо называть татарскую полицию преступным объединением. Собственно, и всегда казанская полиция, я имею в виду Казанскую губернию в целом, и полиция Ельцинско-Путинска, конечно, это преступные структуры. Преступные структуры, где разрешение на убийство сидит в башке у каждого полицая. Он считает, что это возможно. И когда вы с ним разговариваете, просто разговариваете, вы должны иметь в виду, у этого человека есть установка на убийство и оправдание этого убийства просто своей профессией. У нас в русской России таких профессий быть не должно. Слава Руси! Господи, спаси!